Здравствуйте! В этом году исполняется 25 лет со дня мученической кончины трех оптинских монахов, убиенных в пасхальную ночь 1993 года. Чему нас научило это событие и в чем Божий промысел Красной Пасхи? Актуальный комментарий от Иерея Георгия Сергеева. Здравствуйте! Здравствуйте! Чему нас научило это событие, на Ваш взгляд? Мы в современной уже истории сталкиваемся с Вами с тем, с чем сталкивались первые христиане еще 2000 лет назад. Если мы вспомним с Вами судьбу многих и многих сотен христиан и тысячи даже христиан первые века, это была мученическая кончина, это была мученическая смерть. Вспоминаются здесь слова Тертулиана, который говорит о том, что кровь мучеников – это семья христианства. И вот действительно на крови этих святых угодников, которые пострадали за Христа, которые пролили кровь за Спасителя нашего, явился основой и фундаментом Церкви. Не надо думать, что эти времена не повторятся. Не надо думать и утешать себя тем, что вот сейчас мы живем в другую эпоху толерантности какой-то там, прочих каких-то таких вот внешних благ, никакого, так сказать, сейчас повода расслабляться нет. И даже не то, что расслабляться, здесь дело не в расслаблении, здесь мы должны понимать, что в каждую минуту мы должны готовы дать ответ о нашем уповании, ответ о нашей вере. И должны в любую минуту пострадать за Христа, быть готовыми к этому. Потому что вот эти люди, я считаю, что это люди, которые в будущем, скорее всего, будут прославлены в лике святых, действительно приняли смерть от человека, который, естественно, был определенным образом на это. Он шел, осознавая, что он делает, он шел с явными такими вот умыслами, именно опорочить, осквернить, и он осуществил свое деяние. Мы знаем по некоторым, ну, сведениям, что этот человек был станистом, он, так сказать, какие-то станистские культы практиковал, и так далее. И поэтому, действительно, вот начало возрождения в России церкви, открытие храмов, как раз именно сопряглось с вот этой мученической кончиной этих трех насельников Оптиной пустыни, которые мы очень многие православные христиане, священнослужители, в записках, я вот даже вижу, когда читаю записки о упокоении, очень многие поминают почти всякий раз, пишут эти три имени. И нам нужно понимать, что каждому из нас действительно может представиться такой случай пострадать за Христа. Мы должны быть к этому полностью готовы. Ну, посмотрите, сколько сейчас христиан, допустим, вот гибло и гибнет в Сирии наших собратьев, потому что антиохийская церковь, которая тоже, так сказать, находится на территории этого государства Сирии, является нашей братской поместной православной церковью. И там погибли сотни, может быть, даже тысячи христиан именно за то, что они христиане. Не просто по принципу надо было кого-то убить и убили, но там нужно не забывать, что там идет и религиозная война сейчас. Поэтому как раз вот в преддверии этого события, 25-летия кончины, мученической кончины насельников оптиной обители будем молить Бога, даровать нам силу, крепить нас в нашей вере, чтобы нам дать благоприятный ответ на страшном судище Христа Бога нашего. Спасибо, Господи. Оставайтесь с нами на телеканале «Союз».